Виктор Берковский Виктор Берковский Добро пожаловать под гитару Виктор Берковский Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите мне, прежде всего, представить моих друзей Дмитрий Земский АПЛОДИСМЕНТЫ Ритм, ритм гитара И вокал Бэк Бэк АПЛОДИСМЕНТЫ Соло-гитара Ну, а вообще, такая, знаете, одна из лучших в Москве Александр Марченко АПЛОДИСМЕНТЫ Мы традиционно всегда начинаем с песен, написанных на стихи Булата Акуджавы Нашего великого барда Булата Акуджавы Иногда Предлагал мне Стихи Предлагал мне написать Песни На стихи, которые у него не были песнями Вот О некоторых из них Он всегда рассказывал Об истории их написания Песни, которые мы сейчас собираемся спеть Как раз история там очень забавная Булат приехал Тогда это был Ленинград Он приехал туда по каким-то делам Поселился в гостинице По-моему, Астория И внезапно для себя И с большой радостью Встретил там своего друга Зиновья Ефимовича Герта Ну, они оба обрадовались И решили в субботу В ближайшую субботу Не идти по своим делам А провести день вместе В Москве это нечасто удается Вы знаете, что мы в Москве Не всегда можем встречаться С любимыми друзьями Булат назвал этот день Божественной субботой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Божественной субботы Хлебнули мы глотой От дома и работы Укрылись на замок Ни суетная дама Ни улиц Мельчишня Нас не коснулся зима До середины дня Как сладко мы курили Как будто в первый раз На этом свете жили И он сиял для нас Еще придут невзгоды Но главное в другом Божественной субботы Нам терпкий вкус знаком Уже готовит старость Свой непременный суд А много ли нам досталось За жизнь таких минут На пучном карнавале Торжественных невзгод Мы что-то не встречали Божественных суббот Пируй, мой друг, сердечный Сдаваться не спеши Пока течет он грешный Неспешный пир души Дыши, мой друг, свободой Кто знает, сколько раз Еще такой субботы Еще такой субботы Божественной субботы Наш река дарит нас Большинство знает, что я Стихи не пишу Я всегда считаю, что есть Замечательная поэзия В русской литературе Я использую, конечно, стихи Наших российских поэтов Иногда не только российских Но уж, как мне кажется Такие достойные очень стихи Стихи Акуджавы Которые стали Ну, как бы первой моей песней На стихи Булатой Акуджавы Круглые у радости глаза И велики у страха И пять морщинок начали От праздниц и обид Но вышел тихий дирижер Но заиграли баха И все затихло Улеглось и обрело свой вид Все стало на свои места Едва сыграли баха Когда бы не было б надеж на черта Белый свет В чего вина, кино, пшено Квитанции, гастраха И вам ботинки Первый сорт, которым Сносу нет И все ли равно, какой земли Касаются подошвы Не все ли равно, какой улов Извод несет рыбак Не все ли равно, вернешься цел Или в бою падешь ты И руку кто подаст В беде товарищ или враг Но чтобы было все не так Чтоб все иначе было Наверно, именно затем Наверно, потому Играть в пудничный аркез Привычно и полсилы И мы так просто и легко Все тянемся к нему Ах, музыкант мой, музыкант Играешь, да не знаешь Что нет несчастных и больных И виноватых нет Когда в прокуренных руках Так просто ты сжимаешь Ах, музыкант мой, музыкант Черешневый ларне Ах, музыкант мой, музыкант Черешневый ларне АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ то и наступили как бы мирные годы. Это были непростые годы, непростое время, но наши люди все говорили, лишь бы не было войны. К сожалению, очень скоро начались войны. Сначала они были как бы за рубежами нашей страны. Апогеем этих войн был Афганистан. Великий английский писатель, поэт Ридиар Киплинг тоже воевал в Афганистане. Вообще, англичане воевали в Афганистане где-то больше ста лет тому назад. И с тем же успехом, что и мы. Киплинг писал стихи о той войне. Мне показались очень значимыми стихи, которые Киплинг назвал «Брод через Кабул». Стал Кабул, вот Кабула, Саблевон, трубе поход. Здесь полз вода, утонула, В жизни другу стоил брод. Брод, брод, брод через Кабул. Брод через Кабул и темнота. Вязнут бусы и копыт, Кони фыркают сердиток. Вот вам брод через Кабул и темнота. Нам Кабул занять велели Саблевон, трубе поход. Неужели в самом деле В жизни друга стоит брод? Брод, брод, брод через Кабул. Брод через Кабул и темнота. Вязнут бутсы и копыток, Кони фыркают сердиток. Черт, брод через Кабул и темнота. На черта Кабул нам нужен Саблевон, саблевон, трубе поход. Трудно жить без тем, с кем дружен. Знал, чтоб взять, проклятый брод. Брод, брод, брод через Кабул. Брод через Кабул и темнота. О, Господь, не дай споткнусь, Очень просто захлебнусь. Здесь не брод через Кабул и темнота. Мы уходим из Кабула, Саблевон, трубе поход. Сколько наших утонуло, Сколько жизней стоил брод. Спасибо. Знаете, вот люди моего поколения, те, кто пишет и творит. Все писали песни о той Великой Отечественной войне. Вспомните Высоцкого, Висбора, ну и многих других. У всех есть песни, стихи о той войне. Это не случайно, потому что мы были детьми в то время. И наши отцы воевали на той войне. И у половинных классов, где я учился, отцы так и не вернулись домой. Конечно, тем не менее, самые такие проникновенные слова о той войне написали поэты, участники войны. Юрий Левитанский. Что с того, что я там был? Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат и тех форсированных рыб. Я неопознанный солдат, я рядовой, я и меряк, я меткой пули недолёт, я лёд кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лёд, я в нём, как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был? Я всё избыл, я всё забыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик набегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильзы в линдаже. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это всё почти забыл. Я это всё хочу забыть. Я не участвую в войне. Война участвует во мне. И пламя вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить. Из этих дней и с той войны уже меня не излечить от тех снегов от той зимы. И с той землёй, и с той зимой уже меня не исключить. до тех снегов, где вам уйдрять моих следов не различить. Ну что с того, что я там был? м счастье, когда кончилась война, наша семья вернулась в тот город, где мы жили до войны. Это был южный город, абсолютно разрушенный немцами. То есть практически там не было домов, но было две школы. Одна женская, одна мужская. Тогда наше правительство считало, что детей надо учить раздельно, что у них при раздельном обучении, это термин Висбора, полиморсос выше. Полиморсос – это политико-моральное состояние. Да, вот мы росли с таким высоким полиморсосом, но приходила весна, наступал март месяц, и все наши мальчики влюблялись в девочек параллельного класса, в той школы. Ну, очевидно, девочки влюблялись в мальчика нашего класса. Каждый вечер оба класса выходили на улицы. Там была одна освещенная улица, естественно, это была улица Ленина. И по правой стороне, допустим, шла шеренга мальчиков, по левой стороне шла шеренга девочек. Никогда не смешивались, ни о чем не говорили. И в этом заключалась вся тайная трагедия этого времени. Никто не знал, кто в кого влюблен. Я об этом вспомнил, когда в очередной раз прочел стихи Давида Самойлова «Март-апрель». Это было точно передано состояние нашего поколения в то время. «Март-апрель». Была туманная луна, И были нежные березы о «Март-апрель». Какие слезы во сне, Какие именно! Туманная луна, Туманной весны, Туманной страстей, Расутка тайные угрозы. О, Март-апрель, Какие слезы! Спроссорья, Будто у детей. Как корочку хрущащий лёд, Жуют рассветные морозы. О, Мартапрель, какие слёзы, Причины и названия нет. Вдали за кромкой голубой Будет в тумане тепловозы. О, Мартапрель, какие слёзы, О чём ты плачешь, Бог с тобой. Ну вот ещё одна песня на стихи Давида Самойлова. Называется она «Шуберт Франц». Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоётся, запоётся, он себя не подчиняет, Он себя не продаёт. Не кричат о нём гадеты, Не молчит о нём печаль. Жалко Шуберту, что это, Тоже может огорчать. Знает Франц, что он кургузы, И развязности лишён. И, наверное, рядом с мужем, Он немножечко смешён. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Запоётся, запоёт, Он себя не подчиняет, Он себя не продаёт. Жаль, что дорог каждый талер, Жаль, что в доме не уют. Впрочем, это всё детали, Жаль, что песен не поют. Но печаль неуместный, И тоска не для него. Был бы голос, но о песне Запоются ничего. Эта песня называется «Альма-Матер». Она написана на стихе Дмитрия Сухара. Если кто-то из вас знает эту песню, Пожалуйста, спойте вместе с нами. Нас это очень сильно волнует, И мы это очень так поём взволнованно. Альма-Матер Альма-Матер, Альма-Матер, Лёгкая ладья, Белой скатертью Дорога в ясные края. Альма-Матер, Альма-Матер, Молодая прыль, Обнимись, народ, Лохматый, Надалёко плыть. Вид отважный, облик дружный, Ветер влажный, ветер южный, Парус над волной, Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Альма-Матер, Альма-Матер, Старый драндулет. Альма-Матер, 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 Пожелай совсем немного, Чтобы нам с тобой Дорога скатертью была. Альма-Матер, Альма-Матер, Прежние дни пиры, Не забудем аромата Выпускной поры. Лёг на плечи, лёг на плечи Наш нелёгкий век, Обними меня покрепче, Верный человек. Видишь карточка помята, В лыжных курточках щенята, Смерти не одной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень давно я написал песню, которая стала даже в какой-то момент знаменитой. Её все пели. Конечно, никто не знал автор, Но все пели. И эта песня называлась «Гренада». Мы ехали шагом, Мы мчались в боя, И яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту Твердил наизусть, Откуда у хлопца Испанская грудь, Ответь Александровский Харьков, Ответь Да в ноль по-испански Вы начали петь. Я хату покинул, Пошёл воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдал. Прощайте, Прощайте, Родные, Прощайте, Семья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Мы мчались, Мечтая, Постичь поскорей Грамматику боя, Язык, Батаре, Восход Подымался И падал опять, И лошадь устала Степями скакать. Но яблочко песен Играл эскадром, С мычками страдали На скрипках времён. В те же приёте Песня твоя Гренада, Гренада, Гренада моя. Пробитое тело На зиму спазло, Товарищ впервые Оставил седло. Я видел над трупом Склонилась луна, И мёртвые кубы Шепнули грина. Да в дальнюю область За облачный плёс Ушёл мой приятель И песню нёс. С тех пор не слыхали Родные края Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд не заметил Потери бойца И яблочко песню Допел до конца. Лишь по-нибудь тихо Сползла погодя На бархат заката С резинок о дождях. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, А песни тушить Не надо, не надо, Не надо, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Персик из рыжья, серьги из перламутра. А у меня слеза, жидкая бирюза, просыхает под утро. Носи перстя, пока виден издалека, потом другой подберется. А надоест носить, будет что уронить ночью. На дно колодца. ПЕСНЯ Аплодисменты 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 на далекой амазон не бывал я никогда никогда туда не ходят иностранные суда только дон и магдалина быстроходные суда только дон и магдалина ходят по морю туда из ливерпульской гавань всегда по четвергам сюда входит лавань далеким берегам плывут они в бразилии в бразилии в бразилии и я хочу бразилии в далеким берегам только дон и магдалина только дон и магдалина дон и магдалина ходят по морю туда никогда не найдете наших северных лесах длиннохвостых ягуар броненосных черепах а в солнечной бразилии бразилии мая такое изобилие невиданных зверей из ливерпульской гавань всегда по четвергам сюда уходит плавник далеким берегам плывут они в бразилию в бразилии в бразилии и я хочу бразилию далеким берегам только дон и магдалина только дон и магдалина только Готово на Магдалина ходят по морям туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, Такое изобилие невиданных зверей. Увижили Бразилию, 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 Увижили Бразилию досалости моей. Из Ливерпульской гамани всегда по четвергам Сюда уходят плавать к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 И я хочу Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Большое вам спасибо. Мы закончили петь свою программу. Петь вам было очень приятно. Спасибо. Приглашайте нас еще, мы еще попоем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.